Внутривенные катетеры Может быть другой, но обычно вот такой используется Варьирует только размер То есть чем крупнее собака, естественно, больше катетер Сейчас я вам распечатал уже Он упакован в стерильную упаковку Это пластиковый катетер Состоит... Что чаще всего спрашивают А как же, доктор, а где же игла? А игла вынимается Такой стилет нужен для того, чтобы Сделать укол внутривенно Попасть этим катетером в вену И завести туда Вот эту пластиковую трубочку То есть в вене остается Лишь пластиковая трубочка Иглы там нет Сейчас я сделаю модельку вам в лапке И на ней мы уже разберем Как ухаживать за катетером Друзья, соорудил такую модель в лапке К сожалению, нет у меня Переносной камеры Не могу вам заснять вживую Но я думаю, на модельке будет понятно Вот так выглядит на фотографии Как он в реальности Катетер устанавливается Итак, на катетере есть у нас Две такие вот Забыл Сейчас Секунду На катетере у нас есть такие две пробочки То есть белая и синенькая Или может быть другая Синяя, зеленая, серая Это зависит уже от размеров катетера Когда вы дома пришли И нужно делать внутривенное обливание Откручиваете вот эту пробочку Она откручивается против часовой стрелочки Открутили Потом включили нашу систему Как собирать систему Мы рассматривали в этом видео И под углом Вот таким образом Подключаете капельницу Подключили Немножечко притерли Чтобы она не выскочила И капаете Это все в идеале Зачем под углом И включенную систему Чтобы изгнать воздух из катетера Который может здесь быть Все, мы капаем Все нормально Может такое быть Что капельница у нас не работает Причины этого дела Такое, что животное Может подогнуть лапку Перегнуть вот эту трубочку И тогда Естественно, жидкость не будет у нас поступать Лапку надо подтянуть Помассировать в этом месте Пальцем через кожу И тогда мы можем Устранить неполадку Но бывает такое Что тромб Образуется в этой трубке И тогда Нам надо немножко Поработать То есть Выключаем систему Закрываем Отсоединяем ее Подключаем Берем шприц Набираем Физраствор Который мы капаем Ну или раствор рингера Подключаем Катетеру нашему И пытаемся поршнем Продавить этот тромб Ну просто у шприца давление Это больше Чем у капельницы И иногда бывает Получается продавить Тромб В лучшем случае Конечно Лучше сделать Как правильно сделать Это взять гепарин В аптеке Купить Растворить Сделать раствор Один в десяти С физраствором И вот этим вот Нашей смесью Ввести в кубика Пол кубика Где-то в наш катетер Тогда растворится Тромб И все у нас пойдет Нормально Это в идеале Но не всегда получается Потому что гепарин В принципе стоит денег Если конечно Вы в клинике Капаетесь Где поток животных Большой Вам выдадут Уже готовый раствор Если Ну город небольшой Там капают Капельницу Раз в день Или раз в неделю Вообще ставят Капельницу То естественно Может быть И гепарина Вам и не дадут Поэтому можно Попробовать Физраствором Но я скажу Если капельница Капать часто То тромб Не успевает Образоваться И получается Обойтись без гепарина Но как правильно Нужно делать гепарин Итак Вы прокапали Получилось У вас все сделать Капельницу Закончили делать Сейчас я ее опять Присоединю Пробочку Вот эту не выкидывайте Потому что она вам пригодится Капельницу Вы прокапали Закрыли Вот этот краник наш Закрыли Отсоединили Потом Пробочку Накрутили Обратно Открыли Вот этот Голубенький клапан И сюда Подсоединили Шприц С физраствором Либо раствором Гепарина Лучше конечно Гепарина И ввели Полкубика Сюда вводите Вы почувствуете Как поршень Легко пошел Но это специальный Клапан Для введения Болечных Доз лекарства Чтобы быстро Чтобы попало Внутри вена Когда у вас Животное Капается Но так же Когда вы Закончили Капать В этот Клапан Последний Шприц И смещаете Тромб Который попадает С венки Давление все таки есть И тромб Забьет Ваш катет Чтобы этого не произошло Закручиваете Повторяю Белую крышечку Закрутили И физраствором Убираете Этот тромб То есть вы Давите А клапан Обратно не пускает Давление Не пустит с вены И вы таким образом Очистите Нашу трубочку Все Продавили Клапан закрыли И все это дело Заматываете бинтом И некоторым Беспокойным Животным Еще рекомендуется Замотать Легкопластрем Сверху Ну естественно Все не туго Чтоб Лапка не отекла Некоторым Не нравится скотч Можно и пару Легков скотча Замотать Еще вам Кроме этого Хотел показать Как вводить Вот если у вас Капается животное И вам Назначили Еще внутривенно Дополнительно Вводить лекарства Это очень просто Делается При помощи Шприца Сейчас Сейчас Секунду Вот смотрите На капельнице Есть такое Расширение На системе И вам Допустим Надо что-то ввести Когда капается Раствор А этот препарат Нельзя смешивать С тем препаратом Который Во флаконе Поэтому берете В этот Манжетку Колите Шприцом И Вводите Через шприц Что вам нужно То есть Легко и просто Потом убрали Все И дырочки Не остается Вот так вот Друзья Можно Легко и просто Ухаживать За катетером Что еще Хотел сказать Осторожно С катетером Работайте Чистыми руками Потому что Все-таки Это открытая Как бы Не рана А Открытый доступ К вене И можно легко Занести До инфекции Поэтому руки Помыли с мылом И работайте уже Вот С вами был Савченко Сергей Вы смотрели канал Дети Фауны Если будут Вопросы Оставляйте в комментариях Ставьте лайки Подписывайтесь На мой канал До свидания